Уже многие годы в Заволжье летом открывается школа дикой природы. Она расположена на территории биостанции в окрестностях озера Малая Лебединая. Главная цель – научить школьников основам исследовательской деятельности в полевых условиях. Это усачьи родея, тоже маленькие. Вот у нас двое больших. Они имеют очень длинные усы, больше их самих почти в два раза. Ученик седьмого класса Дима Андреев в этом лагере впервые. Но уже узнал много интересного о жизни насекомых. Говорит, что с будущей профессией еще не определился, но готов взяться за любую тему, которую дадут ему кураторы. Для нас юнатов вообще любая тема будет интересна, так как ее раскрывать ты должен сам. Куратор только наталкивает на это и подает информацию. Некоторые кураторы, так же, как и мы, сталкиваются с темой первый раз, так как это получилось у нас. У нас усачьи мы вообще первый берем за все существование на ШДП. Лагерь в этом году начал свою работу 26 июня и продлится до 13 июля. За половину смены они успели увлечься настолько, что заряжают энергией каждого, кто заглядывает к ним в гости. Вот когда я увидел это все, и то, что у ребят, вот мне один, второй, третий рассказывает о своих работах, у каждой свои работы. Кто-то жуки изучает, кто-то грибы изучает, кто-то лягушку изучает, кто-то растения, это все. Понимаете, у них глаза горят. Это никто, как говорится, просто взрослые организовали, дали направление и дети сами потянулись. С 1994 года школа дикой природы на Лебедином озере проводит администрацию города Научебоксарска. Раньше лагеря этого формата организовывались по всей стране, а теперь только Чувашия поддерживает оригинальные традиции воспитания будущих биологов. Мы осуществляем финансирование данного мероприятия и в дальнейшем также будем продолжать развитие этой школы дикой природы. И хочу ребятам пожелать успехов в научных изысканиях и ни в коем случае не оставлять научную работу. В этом году в школе дикой природы 34 ученика из Научебоксарской, Чебоксары, Москвы. Многие из них ведут исследовательскую работу уже третий, четвертый, а некоторые пятый год подряд. В таких, на первый взгляд, незатейливых шатрах ребята занимаются настоящей исследовательской деятельностью. Давайте посмотрим, чем занимаются в этом шатре. На школу дикой природы я приехала во второй раз. В том году я писала работу, которая называется «Изучение дерева, обитающих грибов на территории Чувашского завожья». В этом году я решила продолжить эту тему. И на этот раз я изучаю пути разложения древесины этими грибами. Работа полевым лагерем не заканчивается. Пройдет совсем немного времени, и ребята вернутся к собранным материалам. Проанализируют их еще раз, и полученные результаты будут представлены на различных научно-практических конференциях России. Высокий уровень собранного научного материала и готовых проектов участников лагеря неоднократно подтверждался победами на самых престижных научных конференциях республиканского, всероссийского и международного уровней. Сабина Вишневска, Олег Якимов, Республика.